Музыка Были приняты за основу три проекта постановления. Редакционную комиссию поступали правки по проекту? По первому вопросу. Уважаемые товарищи, правка связана с тем, что мы внимательно слушали то, что докладывают товарищи рабочие. И вот на основе этого доклада появилась такая небольшая правка. В первом абзаце, перед предложением без привлечения на свою сторону, предлагается добавить следующее предложение. При обсуждении проекта с коллективом необходимо предлагать работникам выдавать доверенность на представление их интересов активистам рабочего профсоюза. То есть вот то, что мы услышали во время доклада Валентина Владимировича о том, что стоит собирать у работников доверенности, чтобы они их выдавали активистам рабочего профсоюза. Я посчитал важным добавить в проект. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Значит, давайте я первый абзац весь прочитаю, тогда как он будет выглядеть. Российский комитет рабочих отмечает, что необходимым условием успешных коллективных действий на предприятии, направленных на улучшение условий труда, является вовлечение в профсоюзную борьбу большинства работников. Основой для завоевания такого большинства должен служить проект прогрессивного коллективного договора, содержащий требования увеличения заработной платы, сокращения рабочего дня, улучшения условий труда и других специфических для данного предприятия требований. Для более эффективной агитации в рабочих коллективах необходимо создать краткую выжимку из проекта коллективного договора на одну страницу. При обсуждении проекта с коллективом необходимо предлагать работникам выдавать доверенность на представление их интересов активистам рабочего профсоюза. Без привлечения на свою сторону большинства работников следует воздержаться от публичного объявления деятельности профсоюза перед администрацией предприятия. Пожалуйста, Владимир, что вы хотели. Значит, я считаю, что надо добавить слово «желательно» на одной странице, потому что может быть и на двух узелках. На одной не получается. И рамками одной страницы не надо обжимать. Это один момент. И второй момент. А на что выдается доверенность? Там же сказано «на представление интересов». Нет, это сказано «на представление интересов». Перед администрацией, на переговоры. То есть надо конкретизировать. Выдает на переговоры по заключению коллективного договора. Раз. Вариант. Еще вариантов. Может быть, сколько угодно. Просто представление интересов, это абстрактное такое. Ну, понятно. Но оно очень широкое. А выдается доверенность на представление интересов в комиссии и представление интересов в комиссии по заключению коллективного договора. Конечно, по заключению. Прогрессивно. Ну, как сказать, надо выбрать. Тогда в таком случае, если, например, САУД будет проводиться еще одну доверенность, братья, просто заявить. Да. Да, к сожалению, так. На каждый конкретный случай. Да. Так, а мы здесь хотим восстановление каждой конкретной случай указать? Или что? А почему не указать каждый конкретный случай? Да это... Нет. Мы говорим непосредственно же о колдогоре, значит, тогда надо... Я... Тогда сформулировку... Кто-нибудь может сформулировку сказать? Может, не надо изменять? Так. Не знаю. Выдавать доверенности... Рабочим активистам на представление их интересов в переговорах с администрацией. Давайте так. Или перед администрацией. Интересы перед администрацией. Нет, в переговорах. Нет, в переговорах. В переговорах. Заменинный станции. А вообще это нужно? Это нужно. Это нужно. На переговорах. На переговорах или в переговорах? Представление интересов. Значит, получается следующее, товарищи. То, что получилось, я записал. При обсуждении проекта с коллективом, необходимо предлагать работникам выдавать доверенность на представление их интересов на переговорах с администрацией активистам рабочего профсоюза. Да, да. Предлагаю ставить на голосование. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто за? Собирай. Против. Еще одна исправка, короткая. Совершенно во втором абзаце предлагается слово «ближайшие» заменить на «свои интересы». Следует разъяснять работникам, что улучшение их положения возможно исключительно при условии коллективной борьбы за свои интересы. Не следует надеяться на то, что покупатель рабочей силы будет самостоятельно увеличивать ее цену. Ну, здесь просто есть такая категория «ближайшие интересы», но она относится к классу. А здесь вот, если мы говорим про работников, то слово «свои» более подходит. Уважаемые товарищи, предлагается голосовать за предложенную правку. Кто за? Против. Против. Проходим. Так, уважаемые товарищи, предлагается принять данный проект постановления в целом. Прошу голосовать кто за. Против. Возважаемые принятия. Второй вопрос. Постановление Российского комитета рабочих о развитии и взаимодействии профсоюзных организаций с помощью Федерации профсоюзов России. Были предложения? По второму вопросу. Предлагаю тогда еще раз озвучить, чтобы и потом принять в целом. Постановление Российского комитета рабочих о развитии и взаимодействии профсоюзных организаций с помощью Федерации профсоюзов России. Российский комитет рабочих отмечает необходимость взаимодействия профсоюзных организаций для реализации профсоюзной программы задачи коллективных действий. Как показывает опыт продвижения проекта Трудового кодекса России, разработанного специалистами Фонда рабочей академии, эффективной формой такого взаимодействия является участие представителей профсоюзных организаций в работе РКР. Практику такого участия... Вот здесь слово «надо» развивать. Может, необходимо его? Как-то слово «надо»? Ты читай. Предправку предложил. Надо развивать. Вместе с тем, для получения права на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров, необходима принадлежность первичной профсоюзной организации к объединению профсоюзов. Российский комитет рабочих рекомендует вновь создаваемым и действующим первичным организациям рабочих профсоюзов регистрироваться в качестве членских организаций Федерации профсоюзов России в соответствии с уставом Федерации. Силом ФПР является красное знамя. Федерация профсоюзов России приняла на своем съезде программу задачи коллективных действий, выражающие интересы рабочего класса. Возглавляет ФПР Сергей Анатольевич Ковалев, лидер Федерального профсоюза авиадиспетчеров России, одного из самых боевых российских профсоюзов. Взаимодействуя с помощью Федерации профсоюзов России, рабочие профсоюзы добьются успеха в борьбе за интересы рабочего класса. Пожалуйста. Значит, вот там продвижение Трудового кодекса... Как вам это подсказать? Борьба за продвижение. Как показывает опыт продвижения проекта Трудового кодекса России... Понял, все. Опыт борьбы. Мы не двигали, мы боролись, там столкновение было, идеологическая идея, одна идея другая. Мы боролись за трудовой кодекс. Опыт борьбы за продвижение. За трудовой кодекс России. Опыт борьбы за проект трудового кодекса. За принятие. Не продвижение, а борьба. Опыт борьбы за проект. Что нормально? Вместо слова продвижения, слово борьба. Продвижение борьбы. Борьбы за проект. Да, такой же милый. 92, да, не спутинай, не спутинай, не спутинай. Палкай. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку? Прошу голосовать. Кто? Против? Сдержались. Принято. Значит, предложение будет следующим образом звучать. Как показывает опыт борьбы за проект трудового кодекса России, разработанный специалистами фонда рабочей академии. Ну и так далее. Еще какие-то правки будут? Я предлагаю слово «надо» заменить на слово «необходимо». Практику такого участия надо развивать. Я предлагаю заменить слово «надо» на слово «необходимо». А там не повторяйте еще раз «необходимо» по-другому. В этом же предложении нет. Необходимо в следующем длинном предложении. «Подряд повыше»دا. Ставьте. В следующем длинном предложении есть «необходимо». Что? Ну, подряд получится «необходимо-необходимо». Ну не надо, то кому уже gehört. Неord tackle. Чего? Необходимо, хорошо. Оберируете «необходимо». Ну что, presidente, слово «необходимо Employee Editor» на « bakalım». То есть? Нет, товарищи говорят, что в следующем предложении тоже слово «необходимо». Нормально? Предлагаю тогда голосовать за эту правку. Кто за, кто против. Тогда зачитаю постановление с учетом правок. Российский комитет рабочих отмечает необходимость взаимодействия профсоюзных организаций для реализации профсоюзной программы «Задачи коллективных действий». Как показывает опыт борьбы за проект Трудового кодекса России, разработанного специалистами Фонда Рабочая Академия, эффективной формой такого взаимодействия является участие представителей профсоюзных организаций в работе РКР. Практику такого участия необходимо развивать. Вместе с тем, для получения права на ведение коллективных переговоров и заключения коллективных договоров, необходима принадлежность первичной профсоюзной организации к объединению профсоюзов. Российский комитет рабочих рекомендует вновь создаваемым и действующим первичным организациям рабочих профсоюзов регистрироваться в качестве членских организаций Федерации профсоюзов России в составе, в соответствии с уставом Федерации. Символом ФПР является Красное Знамя. Федерация профсоюзов России приняла на своем съезде программу задачи коллективных действий, выражающие интересы рабочего класса. Возглавляет ФПР Сергей Анатольевич Ковалев, лидер Федерального профсоюза авиадиспетчеров России, одного из самых боевых российских профсоюзов. Взаимодействие с помощью Федерации профсоюзов России, рабочие профсоюзы, да, и бьются успехом в борьбе за интересы рабочего класса. Предлагается данное постановление принять в целом. Прошу голосовать кто за, кто против, не сдержать. Спасибо. Третий вопрос, товарищи. Уважаемые товарищи, по третьему вопросу в редакционную комиссию поступило две правки. Обе они касаются последнего абзаца, который звучит так в настоящее время. Борьба за безопасность каждого рабочего места будет эффективной, если она сочетается с борьбой за увеличение оплаты труда и сокращение рабочего времени, что позволит работникам не цепляться за отжившую систему льгот и компенсаций. Значит, две правки от Александра Владимировича Золотова, который предлагает полностью исключить окончание этой фразы и закончить словами, сочетаться с борьбой за увеличение оплаты труда и сокращение рабочего времени. После того, чтобы убрать все, что убрать. Ну и поскольку вторая правка, она как бы меняет значение вот этого последнего, я позволю тоже ее зачитать, она поступила от Попова Михаила Васильевича, который предлагает сформулировать последнюю часть вот этого предложения следующим образом, что позволит работникам компенсировать нарушение и ухудшение системы льгот и компенсаций. Вот таким образом. То есть, два предложения. Одно предложение полностью убрать окончание вот этой фразы, либо заменить ее, ну, действительно, немножко просторечно звучит, не цепляться, да, хотя по смыслу понятно, что это такое. Значит, соответственно, речь идет о компенсации вот этих потерь. Уважаемые товарищи, правки понятны? Еще раз вторую правку прочитайте, пожалуйста. Вторая правка звучит так. Что позволит работникам компенсировать нарушение и ухудшение системы льгот и компенсации? Александр Владимирович, за свою правку. Уважаемые товарищи, компенсации и льготы обусловили разность условий труда, но и положение людей. Ну, например, одни во вредных условиях, другие благоприятны. Одни молодые, другие уже вполне трудоспособны. И вот надо понимать, что для того, чтобы отменить компенсации льготы, надо упразднить эти различия. Думаю, что это такая задача, которая не только в капитализме, но даже на первой фазе коммунизма не может быть решена. На выравнивание условий труда и полных, полных оздоровлений. Да и при полном коммунизме, я не знаю, может ли это быть полностью отменено. А что касается льгот, ну, скажем, вот есть специальные такие льготы, это называется защита детского труда. Вот мы выступаем за соединение обучения с производительным трудом, то есть с откольной скаминью. Ну, понятно, что дети никогда не должны работать. И 6 часов, и 5. Когда будет 5, они будут работать 2 часа. Это тоже некоторый льгот. Зачем ее отменять? Поэтому надо это убрать, чтобы не возникал вопрос. Существует, мы выступаем, значит, существующую систему или против нее, или против вообще этого дела. Убрать ее все, чтобы не заснял смысл. А как там решится этот вопрос при полном коммунизме? А раньше он никак не решится. Давайте уж оставим это вот на потом. А сейчас надо подчеркнуть мысль, что последняя ведь мысль, она всегда запоминается, что мы призываем не цепляться, пустить, а мы призываем бороться за сокращение рабочего дня и повышение зарплаты. Вот это замечательное окончание такого постановления. Спасибо. Кто-то хочет еще высказаться по поправке? Тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за правку, предложенную товарищем Золотом, прошу голосовать. Кто против, кто выдержался, единогласно. Стоит тогда правку? Я думаю, что второй тогда мы не... А что и голосовать? Не ставлю речь тогда. Ничего, на окончании отбили. Не отключимся. Уважаемые товарищи, кто за правку Михаила Васильевича Попова, прошу голосовать. Кто против? Сдержались остальные, да? Засчитываю в целом? Да. Проект постановления Российского комитета рабочих, борьба за улучшение условий и охраны труда с учетом проведения СОУ. Российский комитет рабочих констатирует, что результаты борьбы работников, организованных профсоюзой за улучшение условий охраны труда, а также изменение процедуры специальной оценки условий труда СОУ в интересах работников, нашли отражение в изменениях закона 426 ФЗ в 2020 году. Вместе с тем, без активного участия работников и их представительных органов в проведении СОУ, сами по себе эти изменения не будут способствовать дальнейшему улучшению условий охраны труда. Российский комитет рабочих рекомендует первичным профсоюзным организациям организовывать собственные инспекции по охране труда и активно участвовать в проведении СОУ на всех этапах. Помогать работникам в составлении замечаний и возражений по результатам СОУ в письменном виде и предоставлять их в виде требований работодателю. На основании письменных замечаний и возражений работников готовить мотивированные предложения работодателю о проведении внеплановой СОУ и требовать ее проведения. Участвовать в разработке и требовать от работодателя выполнения плана мероприятий по улучшению условий охраны труда по результатам СОУ. Не допускать отменной льготы компенсации работникам по результатам СОУ без действительного улучшения условий труда. Работникам заявлять о наличии на своем рабочем месте вредных и или опасных производственных факторов в комиссию по проведению СОУ. Контролировать проведение идентификации и замеров вредных и или опасных производственных факторов на своем рабочем месте. Предоставлять работодателю, организации, проводящей СОУ и выборный орган первичной профсоюзной организации свои замечания и возражения относительно результатов СОУ, проведенной на своем рабочем месте. Поддерживать первичную профсоюзную организацию в борьбе за улучшение условий и охраны труда, в том числе при проведении и использовании результатов СОУ в интересах работников, вплоть до коллективных действий. Борьба за безопасность каждого рабочего места будет эффективной, если она сочетается с борьбой за увеличение оплаты труда и сокращение рабочего времени. Нижний Новгород, 18 октября 2020 года. Кто, уважаемые товарищи, за то, чтобы данный проект постановления принять в целом? Вы против? Издержать? Принято? Спасибо. Есть что? Еще заявление. Что? Ну, форма заявления была бы, все было бы здорово. Ну, о том, что я говорил, как это выглядеть будет. Вот это, заявлять о наличии. Ну, форма, как это выглядит. Сам бланк? Ну, его просто надо разработать и применять к действию, и все. Давай, еще обещали, я наработал. Я наработал. Ну, вот. Нет, действительно, кто-то не может. Я не сталкивать. Уважаемые товарищи, значит, разобрали мы вопросы, приняли постановление. Возвращаемся к обсуждению вопросов повестки на следующее заседание Российского комитета рабочих. Какие вопросы, товарищи? Есть предложения по повестке? Да, да. Пожалуйста. У нас вопрос повестки на следующее. Правильно? Да, да. Значит, предлагаю ступой вопрос. Связь рабочего профсоюза с партией рабочего класса как момент усиления профсоюзной борьбы. Еще раз можно? Связь рабочего профсоюза с партией рабочего класса как момент усиления профсоюзной борьбы. Хороший вопрос. Почему? Нет, на самом деле это очень важно. Можно, значит, состоится на стороне партии, не со стороной партии. Можно, я подвергу. Час обеих не можно. Дело в том, что партийные вопросы не усиливают партию. Можно? Поддержу вопрос, да? Я человек, который не просилизал, не усиливает партию. Дело в том, что рабочие, они первое, вот когда с ним подходишь, агитировать, они первое, что предъявляют, какие претензии, что ты пролезешь наверх, бросишь и нахрена им это все надо. А когда я говорю, товарищ, я сюда пришел вообще не без того, чтобы пролезть наверх, и я показываю, кто я такой. То есть они начинают понимать, что да, они... Я говорю, что меня партия по башке треснет, если я вам здесь накуролечу. Это вопрос. Действительно, для общения с рабочими это иногда очень полезно. Ну, потому что некоторые конкретно антикоммунистические... Переобразовать вопрос не в партии, в соединении с профсоюзным движением, а вот идеологический момент в агитации рабочих, профсоюзы. Как не так? Ну, формулируем там. Вы что хотели сказать, Владимир Михайлович? Значит, я считаю, такой вопрос, вообще говоря, на российском кружении рабочих не уместен, по той простой причине, что с самого начала мы говорили, что Российский комитет рабочих в интересах рабочих работает со всеми партиями и общественными организациями. Вот здесь, ну да, вот сформировало и большинство рабочих партий России. Да, сформировало. В то же время у нас есть рабочие детства, у нас есть товарищи из КПРФ и так далее. Как с ними быть? Геремонию какой-то партии. Что значит рабочая партия сегодня? У нас есть сегодня партия рабочего класса в стране? Нет у нас такой партии, сомнения. Она еще в процессе задания. То есть, совершенно право, Геремонию, это вопрос партии, а не Российского комитета рабочих. Мы здесь работаем по классному принципу. Мы рабочие. Стрельнущий обязательно приедет Маленцов и будет требовать... Маленцов не рабочий, он может чего угодно требовать. Маленцов не рабочий. Маленцов в окно. Может, правда, как ты... Рабочий – это логическое законно. Да, не рабочий. Ну, кто будет думать? Вы формулировки приглашаете. Мы что, сейчас будем формулировать на ходу? Нет, он не рабочий, все. Маленцов сейчас не рабочий. Уважаемые товарищи, предлагается... Уважаемые товарищи, предлагается, значит, в повестку дня коренной вопрос, который звучит всегда, который пересекается с остальными вопросами у нас. И давно он не освещался в повестке дня, это вопрос создания проекта прогрессивного коллективного договора и борьба за его заключение. Вот как бы, может, такой опыт здесь, как бы... Создание проекта прогрессивного коллективного договора и борьба за его заключение. Или опыт борьбы. Уважаемые товарищи, ну вот, действительно, мы этот вопрос неоднократно рассматривали, и продвижение коллективного договора и его заключение, это вот центральная задача, которая стоит перед каждым рабочим профсоюзом. Ну, давайте зафиксируем ту стадию, которую мы сегодня имеем. Вот, плохо ли, хорошо, можно, конечно, спросить, но проекты коллективного договора, которые содержат нормы, 6 часов, в общем, дни о доведении в зарплату достоинства рабочей силы, у ряда товарищей есть. Есть или нет? Есть. Есть. И я думаю, что даже они есть уже, даже не первый год. Мы будем опять рассказывать, как написать коллективный договор. Когда-то это имело значение, потому что не все знают, что есть проект, который надо брать для основы в докерские. Как не все знают, что это найти надо на сайте фонда рабочей академии, но все товарищи, которые здесь присутствуют, все это уже знают и проходили. И что мы будем рассказывать, как пишем бумаги. Это очень интересно, например, для меня. Это моя профессия. Я тут готов рассказывать, но это мало, я считаю. Я тоже писал коллективный договор. Видимо, сейчас все-таки назрел другой этап. Вот у всех это и есть, но он пока остается коллективным договором себе. То есть это просто документ, который лежит на столе, лежит в папке или где-то. И с ним никто не считается. Я уже смотрел, сколько. У нас с одной стороны есть проект коллективных договоров, а как идет коллективная договорная компания, он вообще там не присутствует. Вот никто не сказал, что с коллективным договором. Почему? Потому что, оказывается, выдвижение коллективного договора должно осуществляться в соответствии с процедурой, предусмотренной законом. И мы все время говорим о том, что требуется забастовка за него, а забастовка тоже требует процедуры. То есть вот не надо ли нам, я думаю, что надо сфокусировать свое внимание на том, что, ну хорошо, вот у вас есть коллективный договор. Дальше что надо сделать, чтобы он, чтобы люди за него потом восставали. То есть, оказывается, есть процедура, какая процедура, собрали подписи в поддержку этого договора, в каком смысле, чтобы этот коллективный договор выступал уже как такой, который является объектом требований работников. Да, работники требуют от работодателя принятия коллективного договора. И вот это не просто мы вышли на улицу или пришли в цех и требуют, а это юридически оформлено так, как требуется. Да, и передано работодателю. Работодателю. И дальше начинается какая картина? Или он принимает? Как, он принимает такой коллективный договор? Нет. Нет. Или он не принимает. И тогда начинается прохождение примирительной процедуры. Речь вы не прошли, никакой забастовки речи быть не может по закону. Значит, вы прошли эту примирительную процедуру и после этого опять собираете голоса, будем бастовать или не будем бастовать, опять идете и собираете эти подписи. И вот после этого можно начинать забастовку. Так мы сейчас на какой стадии находимся? Ну, уже, значит... На стадии БК распространения, вот первичное. Да, на такой стадии, что ни один еще коллективный договор не стал, не получил форму поддержки в виде требований. Он еще не выставлен, ни один коллективный договор, насколько я понял. Если я не понял, поправьте, я очень обрадуюсь. Не выставлен как требование, да, к администрации. Давайте до этой стадии дойдем, мы поймем, что надо сделать. Как это вот? Тогда придется опять изучить всю процедуру. Помните, была процедура, кто-то и говорил сегодня, азбука забастовочной борьбы. Так правильно, вот там это вот, все это включено. То есть давайте доводить до забастовки. Пока мы вот просто говорим о том, какой он хороший, нехороший, мы к забастовке нисколько не приблизились. То есть о том, как выстить договор в виде требований? Да, совершенно верно. А выдвижение, пускай, требований работников? Смысленный забастовок. Ну, давайте пока первую часть. Выдвижение требований. Почему нет? Ну, надо же до конца раз обратить вопрос. Ну, еще шаг не сделать. А, вторым вопросом. Ну, пожалуйста. Ну, это очень важно, но надо разобрать его по хвосточке. Можно поддерживать. Вот я хочу сказать, что на это обратил внимание Михаил Васильевич Попов. И он очень просил довести до средней участников российского капитата рабочих, что вот пора выдвигать требования. Пока еще процедура не выдержана, которая означает, что требования выдвинуты. То есть никто еще из нас не потребовал принятия коллективного договора. Вот, я думаю, что давайте на это действительно остановимся. Может, и опыт будет, может быть, наоборот, процедуру тогда разберем, тогда будет понятно. Может, пока путь-то не ясен, поэтому никто и не идет, потому что дорога не ясна. Ну, тогда давайте разъясним. Как нет вопроса сейчас? О выдвижении работниками требований к администрации о принятии коллективного договора, проекта коллективного договора о выдвижении. Работниками или профессионерами? Ну, работниками. Требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора работников. Надо понять, что означает требование. То есть это такая юридическая, оказывается, полная определенная стадия борьбы за продвижение коллективного договора. Пока еще никто не реализовал. О выдвижении работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора работников. Нет, он вам примет коллективного договора. Свой. Скажет, конечно, с удовольствием. Будет хладко, потому что у нас все равно договоры есть. Прогрессивно. Мы едины. Давайте укажем, кто все-таки его выдвигает. Работники. Работники. Вот тогда это гарантия прогрессивная какая-то. Вот это она скажет, конечно, прогрессивная. О выдвижении работниками требований к работодателю. О принятии проекта коллективного договора работников. Ну вот туда же входит вопрос. Вот сейчас озвучено. Производ по процедуре. Но не дошел все-таки вот он до забастовки. Только если будет доклад, он должен и развернуть все это? До забастовки. До забастовки. Это уж от докладчика зависит. Как он доведет дело до забастовки. Можно сформулировать так, о принятии последовательности, о разработке последовательности действий для выдвижения коллективного договора. Ну, в принципе, так понятно, давайте в этой редакции голосовать. Владимир Михайлович. Продолжение с моей точки продуктивное. Вопрос о забастовке возник вчера. Вопрос о методических материалах. И появилась потребность. Значит, я думаю, что сформулировать этот вопрос может быть социальнообразным вот как. Методика мобилизации трудового коллектива, без этого мы ничего не сделаем, пока коллектив не отмобилизован, на борьбу за принятие коллективного договора предложенного коллективу. Нам надо, прежде всего, отмобилизовать коллектив, что вот да, все поняли, да, вот давайте. Не все, большинство поняли, все никогда не поймут. Вот они и рабочие до конца говорят, а ерунда какая-то там, надо написать ерунду. Никто нас не поймет. Вот давайте, может быть так. Все-таки мобилизация у нас первая, что надо сделать мобилизация, будет отмобилизован коллектив уже есть. Чем бороться и за что бороться? Мобилизация хорошего. Мобилизационные мероприятия. Нет, не мероприятия, а мобилизация. Именно мобилизация. Коллектива для движения требуемого. Так, давайте целиком. Еще раз. Как-то дальше. Мобилизация коллектива. Методика, методика мобилизации коллектива на борьбу за принятие... За принятие. Коллективного договора в редактирование? Нет, не в редактирование. Мобилизация требуемого. Проявчиво работнику. Первый вопрос. Будем голосовать? Просто обсуждали. Обсуждали. Отложили уже предложение. Сформулированную есть? Еще раз, можно повторить? Подготовка коллектива к продвижению. Сколько договора? Как коллективного требования? Да подожди. Вот было предложение. Ну, хорошее предложение. Связь рабочего профсоюза с партией рабочего класса? Не будет основать? Ну, вот я все-таки думаю, как. То есть, если консультанты видят в этом вопросе... Ну, как бы... Двух. Масло по масляну. Нет, как бы... Вопрос не для российского комитета, если, да. Вот, просто... У нас решают рабочие, а не консультанты. Нет, я... Думаю, да, голосовать-то будет, нет? Вот тут предложение. Приложение, кстати, хорошее. Я предлагал бы, когда мы повестку бы сформировали, у нас только... У нас еще ни одного вопроса нет. Вы хотите конкретно, да? Включить, включить. Я понял, ладно. Уважаемый товарищ, ставлю тогда этот вопрос на голосование, о включении данного вопроса в повестку РКР. Связь рабочего профсоюза с партией рабочего класса как момент усиления профсоюзной борьбы. Да, пожалуйста. И вот, пожалуйста, еще раз к этому вопросу вернусь. Хочется понять, это что, профсоюз был в том, что связь рабочего профсоюза с партией рабочего класса? А профсоюз должен сказать, как те, кто... Люди сознают, но не очень сознают, что они стали с широкой рабочего организатора. Люди с самыми разными представлениями. Коммунисты, антикоммунисты, верующие в геористы, и так далее. И вот от них пойдет... Вот от них, если сходим, вот мы знали, пример боевого профсоюза. Какого? Докера. Которые прямо были ярми антикоммунистами. И от них властей, в партии, в свой язык, наоборот, они... В 90-е годы. И мы не особенно там, ну, сказать, это фишировали, хотя все знали, но когда от партии шла связь к профсоюзу, в работе, вот тогда, в этой работе, наши члены партии изобретали авторитет, и спустя 10 лет этот совет был признан со стороны, в том числе, антикоммунисты. Прям в прямую. Но чтобы дальше в профсоюз связь пошла, вопрос стоит именно так. И что там пойдет? Они придут прямо к Единой России. Значит, так сказать, вопрос. Мне кажется, правильно Михаил сказал, что у нас тут разных партий, и такая, и сякая. И можно сказать, какая партия вносит самый большой отплат праву по российскому культурному члену, это тоже не удивительно. Но вот, прямо на этот вопрос в открытых, по-моему, не надо. Спасибо. А еще мнение есть? Смотрит, да. Пожалуйста. Конечно, в профсоюз входят и коммунисты, и антикоммунисты. Но я очень хорошо помню, когда к нам, в партию, приходили представители профсоюзов и просили у нас помощи. Просили у нас консультации. Просили, спрашивали, как нам поступить. И очень часто эта помощь была довольно действенной. И мы не спрашивали, кто вы, коммунист или антикоммунист. Вот в чем дело. Чем могли, помогали. Еще мнение, да. Я вот не совсем понимаю, что мы тут у профсоюзов учимся, или мы как бы тут учимся в принципе, у кого-то профсоюзной борьбе. И если рассуждать с той точки зрения, что связь должна быть единая Россия, тогда, конечно, берем к единой России. А вопрос я ставлю, что связь с партией рабочего класса, что этот момент, ну как два момента, борется профсоюз, и партия рабочего класса помогает, и что это продвигает как бы эти идеи. На данном РКРе обсуждали взаимодействие с ФПР, где прописана программа коллективных действий, которая, мне кажется, следующий шаг должен быть взаимодействие коллективов, профсоюзов с партией рабочего класса. А с другой стороны, у многих профсоюзов прописано, что они не поддаются влиянию партии, то есть они не спадают. Вы просили ставить, рабочие товарищи, вы просили ставить вопрос на голосование, да? То есть кто-то хочет видеть этот вопрос. Вот была реплика со стороны консультантов, была поддержка со стороны инициаторов этого вопроса. Голосовать вам, выбирайте. Ставлю вопрос на голосование. Раз, ну, как, мы или будем кружить вокруг да около этого вопроса, ставим вопрос на голосование. Кто за то, чтобы данный вопрос был включен в повестку следующего Российского комитета рабочих? Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять. Где у вас мандат? Ну, я и в книге. Погнали. Пять. Да? Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кто сдержался? Раз. В шестом голосов не проходит, да? Ну да. Следующее предложение, товарищ. Значит, да, предлагается сопряжение двух вопросов, так как звучит вопрос о выдвижении требований, ну, предлагался, да, вопрос о выдвижении требований, что предшествует выдвижении требований, это ведение коллективных переговоров. То есть, не имея никакого опыта, не имея опыта переговоров, и кто эти переговоры может вести, кто может быть инициатором этих переговоров, согласно трудового законодательства. Предлагается, значит, опыт ведения коллективных переговоров, первый вопрос. А второй вопрос как раз о выдвижении работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора работников. И как раз, мне кажется, вот этот первый вопрос о ведении коллективных переговоров, он и откроет тот момент, о котором товарищ Кудрявцев говорил, о мобилизации. То есть, в этот момент, когда работники приступают, ну, то есть, уже подходят к моменту переговоров, у них есть время для того, чтобы укрепиться, усилиться и уже подобраться к выдвижению требований. Переговоры ведутся, потребуются. Они что, просто так, что ли, ведутся в органе? Ну, вы же приходите, и о чем вы переговариваете? Не надо пункт. Нет, еще. Переговоры начинаются. Конечно, они после начинаются. Вы что, приходите начинать разговаривать, а потом требовать требования, а потом начать переговоры. Пошли. А мобилизация, про которую говорили, она как раз предшествует требования. И это необходимость. То есть, сначала идет мобилизация, потом требования, а потом переговоры. Теперь вопрос об Мобилизации. Есть еще предложение? Заменить слово «мобилизация». Подготовка коллектива к выдвижению кол договора как коллективного требования. Подготовка коллектива. Хороших, но не даст. что-то армейская готовка коллектива в движении коллективного договора как коллективного требует объяснение необходимости борьбы я думаю что когда вы приходите и начинаете объяснять зачем это есть объяснение это речи мобилизации проходит ходе действий а чему будет просто говорить вот мы вам придем и тогда вы его выйдете сейчас мы вас призывает его поддержать но мы придем следующий раз с этим проект как это можно в процессе этого действия вы мобилизуете всех вошли вот тогда любимую бежонную а как мобилизацию открывается выдвижение вы же сами говорили что коллективный договор лежит на столе уже но он не я просто не выделяйте поддержите то что у меня нет мы же с ним идем с договором у нас вы идете тогда уже это идет выдвижение требует мы его не выдвигаем еще требует готовим коллектив коллектив к выдвижению этого коллектива чего готовить можно я готовиться во опыту что у меня происходит я объясню коллектирующий раздвижение то объясню еще проблему то есть смотрите происходит происходит такая ситуация есть агитка выжимка коллективного договора я с ней подхожу к человеку и отъясняю что вот требования которые мы собираемся бороться если мы соберем более половины коллектива ты нас поддержишь говорит да пусть держу идет собрание людей то есть я вернее как не не собираем мы людей в зале да идет наращивание штата профсоюза и вот переход от того что вот люди сказали или там написали бумагу что они готовы переход к действительному действию что всех собрали проголосовали что требования эти выдвигаем администрации и назначаем людей кто пойдет с этими требованиями да кто подставится под удар администрации чтобы люди понимали что да за этих людей потом придется бороться их защищать какой процесс потому что если все проголосовали человека направили а потом стоят смотрят как администрация прессует то есть такой момент тоже возможно а возможно здесь собрали людей да они сначала все сказали да руки подняли а потом сказали мне не у меня нога болит я не пойдем вот этот момент переходов как раз к выдвижению требований к администрации вот этот момент есть коллективный договор есть выжимка набираем мы какое-то количество членов профсоюза а переход именно к предъявлению требований администр к администрации вот этот момент то есть каким путем мы профсоюз скажем закрытый переводим в открытую фазу борьбы то есть так вот понятно я объяснил нет вот этот момент когда всем нужно нажать кудрявцев говорил да на первую забастовку нет чуть не год нет я имел ввиду товарищи вы может меня не так поняли я имел ввиду коллективные переговоры это не переговоры с работодателем на момент не предоставление проекта работодателю и уже выдвижение требований а коллективные переговоры непосредственно за поддержку проект внутри коллектива почему собрание но разные формы агитация на они это эти переговоры могут иметь разные формы переговоры можно две стороны одна сторона переговорится противоположных странах вся одна сторона то есть готовить сам коллектив нужен зачем с ним переговоры вести когда активисты рабочим разговорами но еще раз на гитаре не только переговоры то что александр владеевич предложил это следующее еще один вопрос мы хотим создать мы хотим создать повестку чтобы такую чтобы что пришел предшествует выдвижению требований то есть если это будет центральным вопросом значит ему что-то предшествует правильно без похоже к администрации что ему предшествует требования просим их повысить заработную плату 10 процентов или на 5 даже на 5 это выгодную попробуйте хотя бы зарплату отстоять многие отстояли повышение зарплаты там на 5 на 10 процентов или как на форде просим на 25 процентов бастовали им дали 15 это была большая победа а сколько таких побед у нас кто отстоял заработную плату кто взял пример с люфтганзе которая два или три раза в год выставляет требование повысить зарплату на три процента сразу начальство нету денег они останавливают работу на другой день находятся деньги все требования серьезные большие выставляли в девятьсот пятом году в иваново-вознесетске еще когда они были профсоюзами там 26 но там серьезные были требования тогда между этими но это было обстановка такого роста профсоюзной борьбы рабочего движения у нас нет этой обстановки поэтому повышение требования простой повысить зарплату там на 10 процентов дадут 5 это будет это будет большой успех подготовка коллектива хотя бы на этот шаг а то боятся свою зарплату коллективный договор развитых предприятиях где наверху найдутся такие предприятия где готовы к этому обычного цвета не готовы я не на сегодня преобразование причем требования просто отдали через три дня по закону они должны дать письменный ответ что повышают они заработную плату или повышают через три дня просим даете не даете не даете тогда мы объявляем о том что будем готовить в коллективе готовить столько напугается как опыт говорит только кто-то заявил о подготовке к забастовке и уже напугалось это если забастовки были раньше это будет ну это вот вы как раз разлучили то что предложили изначально ну да а они предлагают второй вопрос вопрос можно попробовать у нас повестка не будет из одного вопроса состоит я и спрашиваю можно попробовать переформулировать вопрос из того что обсуждаем тот который предложен подготовка коллектива к удержению требований подготовка коллектива к борьбе вот такой вот вопрос нужно сказать за что? за коллективным за принятие проекта борьбе за принятие проекта коллективного готовить в процессе борьбы то есть чего-то с маленького шажка надо готовить давайте ребята повысим зарплату это блин хороший шпорт или чтоб выдавали каждый месяц рукавицы новые как и положено по уставу давайте давайте нам надо нам надо не просто как бы назвать вопрос нам надо чтоб он имел содержание чтоб его вопрос раскрыть чтобы он побуждение они просто буквально уважаемые товарищи значит вот вопрос который предложил Александр Владимирович он достаточно всеобъемлющий и действительно как сказал Александр Сергеевич это требование может быть одно требование повышения заработной платы в условиях того что заработная плата крайне низкая даже если коллектив с одним этим требованием придет к работодателю это уже так сказать будет коллективное действие даже если у вас действительно нет коллективного договора хорошо если он есть и повышение заработной платы входит так сказать пунктом важным пунктом в этот коллективный договор но значит этот вопрос как мы его видим он уже сейчас вызвал достаточно широкую дискуссию как выдвинуть требования к работодателю какие должны быть эти требования как подойти так сказать коллективу для того чтобы он поддержал это требование поэтому у нас как научных консультантов есть предложение вот включить на данный момент этот вопрос и проголосовать за него и поручить оргкомитету российского комитета рабочих разработать дополнительные вопросы значит если ну в числе не больше двух так сказать в ходе обсуждения да и предложить их повестку дня на следующий комитет в любом случае у нас повестка утверждается окончательно при открытии заседания вот этот вопрос по требованиям мы считаем что нужно включить и на него так сказать ориентироваться по крайней мере у нас будет один крупный вопрос повестки который мы сможем достаточно подробно и глубоко обсудить спасибо я во первых поддерживаю вот это предложение оно совершенно правильно а во вторых вот эта дискуссия она у меня вызвала вот какое соображение что у нас много новых товарищей которые в партию пришли там в восемнадцатом девятнадцатом году и они вот те дискуссии которые здесь были в РКР за сколько уже двадцать лет или больше они не знают то есть вот мы то старики знаем это все они не знают а мне кажется это очень полезно и важно этот опыт он наверное где то у нас описан может быть как то его значит описать статьи собрать в кучу или снова написать на эту тему как скажем докеры действовали по повышению заработной платы во первых требования можно подавать по разному скажем если у вас известные профсоюзные деятели признанные начальством коллектив собрался на конференции или на собрании решил его посылает его коллектив послал тут чем опасность что если какой-то новый молодой лидер непризнанный неизвестный начальство увидит его сразу в бинокль рассмотрит найдет там какие-то темные пятна и выгонит через день поэтому в такой ситуации идут коллектив небольшой хотя бы там десять человек начальством ну может быть в кабинет там один зайдет требовать может быть одно зарплаты может быть два там три и так далее но докеры у них уже коллектив профсоюзный коллектив был довольно сильный идет председатель правкома дирекции и все договорились что пока он у директора они все садятся и курят курят у своего рабочего места обсуждают там какие-то проблемы а женщины как правило значит и ждут когда он выйдет договорились заранее если он выходит и шапка у него на голове стало быть все нормально и они значит встают работают как будто ничего не было никто ничего не слышал и не знает но если он идет кепка у него значит в руках значит его не договорилось начальство не повысили заработную плату публика сидит и продолжает курить значит уже тут переговоры там шли полчаса или час теперь значит уже переговоры закончили эти все сидят полчаса там или час курят начальство начинает беспокоиться а чего не работаете там да у нас перекур а вы еще не работаете да у нас перекур то есть к ним вроде как не придерешься а работа стоит до начальства доходит что-то с этой работы не будет планы будут сорваны и как правило проблему решала скорость вот например какой вариант может быть поэтому и нам надо разным категориям предприятий профсоюзов рекомендовать разные подходы но вот этот первый шаг борьба за зарплату она должна быть сделана теперь мы очень много в свое время потратили сил таких вот публицистических разъясняли что такое зарплата значит как она получается как она добивается и так далее я думаю сейчас молодые они уже этого не знают спроси даже такого выдающегося нашего лидера как товарищ Фурцу что такое заработная плата граница применения машины да и то он прошедший красный университет не сразу вам скажет рабочий тем более не знает то есть может быть опять надо вот это колесо по заработной плате и прокрутить все да вот грамотный да уважаемый товарищ предлагается значит проголосовать за предложение Александра Владимировича вопрос о выдвижении работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора работников кто за то чтобы этот вопрос включить в повестку дня прошу голосовать кто за то чтобы этот вопрос включить в повестку дня кто против кто против кто против сдержавшуюся а вот так сейчас о выдвижении работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора работников о принятии проекта коллективного договора работников ну смотрите так все таки это два разных предложения через точку или это в одно одно получается о выдвижении о принятии тогда выдвижение работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора работников вот так В отбежении работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора работников. Получается, если нет коллективного договора, то и выдвигать ничего не надо? Или выдвигать нечего? Требований нет больше. Требований нет. Нет, почему? Если только по коллективному договору, значит только по коллективному договору. Это для развитых профсоюзов, для развитых организаций, которые доросланы. Это как бы центральный вопрос. А еще у нас два вопроса будут в повестке. Вот центральный вопрос о возбуждении требований, а дальше коллективный договор и так далее. Другие вопросы. Давайте сначала ваши требования как таковой. Какие проблемы, когда 순erealы сразу. Подбегите их в коллективный отличие. Вы пред perturbываете Const button, предполагаете программу коллективных действий? Замечательно. Также есть проект коллективного договора. Выводники требований с коллективного договора. Привязывайте коллективного договора. Что вы против, кто это делает? Можете, вы смитите отpose Brasilistoff's потребности коллективного договора. Ну страц. Второе из вашихgeoisHS. Не надо хоронить коллективный договор. Это вы как раз installation плана борьбы. А вы горortunки изв proprio. Это вообще вопрос. еще вопросы есть предложенных повестку или уважаемые товарищи рабочие есть еще вопросы которые хотелось бы поднять на повестке следующего заседания российского комитета кто входит в оргбюро что сейчас решать этот вопрос что воркбюро время он займет однозначно комитет ну если вот александр александр сергеевич предлагал можно тогда опыт борьбы за повышение заработной платы есть такой опыт у кого ли кто-то сможет подготовить доклад не у нас очень интересно появилась какая-то так уважаем товарищи значит наверное надо принять такое решение которое предложил денис борисович что комитет подготовит вопросы предварительную повестку и тогда ее разошлет а уже утверждаться повестка будет перед началом работы российского комитета рабочих можно но не видно активность комитет соберется раскроем все таки разработает еще и тогда предварительно сообщим или опубликуем так мы дату приняли 20 21 марта а а а а Субтитры создавал DimaTorzok